Раз, два, три, серим двери отворим! В Адлерском районе в селе Орел Изумруд завершено строительство нового корпуса детского сада номер 53. Теперь он способен вместить более 580 дошколят. Молодая мама Екатерина Шульга признается, частный детский сад не по карману. Дорогое удовольствие сегодня и долго сидеть в декретном отпуске. Нам хорошо, нам повезло, мы получили путевки, мы уже уходим в сад. Дети очень довольны, очень рады, хотят поиграть на новых площадках, изведать новые территории уже. Сегодня прошло масштабное мероприятие, дети мои тоже поучаствовали в этом. Очень понравилось, очень все довольны. Наконец-то это свершилось. В селе Орел Изумруд проживают больше 5,5 тысяч человек. Большинство из них – молодые семьи. Старый детсад, построенный в 1977 году, уже не мог вместить всех желающих. Это очень разгрузит старые корпуса. Необходимость была очень острая в связи с тем, что у нас в честь совхоза построено много новых домов, жилых домов, в том числе люди, пользующиеся льготой. Это Росгвардия, большой дом. И эта пристройка на 80 мест, конечно, очень решит проблему. Здесь применялись передовые методы строительства и энергосберегающие технологии, что позволило завершить строительство за полгода. К работе привлекались десятки специалистов, в том числе дизайнеры, которые спланировали не только оформление стен, групп, музыкальных классов и спален. Вся территория облагорожена, оснащена современными игровыми площадками. Занятие по душе здесь найдет каждый ребенок. Территория находится под круглосуточным видеонаблюдением. Действует строгий пропускной режим. Сюда также включены и группы ясельные, в том числе одна группа от двух месяцев. Детки уже могут сюда поступать. В городе Сочи мы впервые открываем такую ясельную группу. Мы посмотрим по потребности. Если потребность у жителей нашего города будет в такой ясельной группе, мы, конечно, дальше продолжим эту практику. Расширение детского сада стало возможным благодаря участию властей в реализации национальных проектов образования и демографии. Работы обошлись в 80 миллионов рублей. Деньги выделялись из краевой и муниципальной казны. До конца года запланировано строительство четырех детских садов, а также одной школы и трех пристроек к общеобразовательным учреждениям. Одновременно прорабатываются планы на 2021 год. Мэр объявил земельную ревизию, и городские власти подыскивают участки для строительства новых социальных объектов. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.